Всем здравствуйте, дорогие друзья! С вами Камарача на связи. Я докачался до 15 уровня, ну уже даже наполовину. И я приехал на Польшу, река Сан. Наконец-таки я решил испытать эту реку интересную. Надо покупать ультралайтовый спиннинг, чтобы половить форельку. Но я же хитрый жук! Я решил обойти всех и обмануть. У меня есть вот такой вот спиннинг начального уровня, у которого тест, вот как видите, от 5 грамм. Вот 4,9 грамма. То есть у меня, грубо говоря, есть спиннинг, на который я могу ловить. Давайте попробуем, что у нас по... Да еще и неплохо он кидает, я вам хочу сказать. Давайте мы сделаем сейчас фрикциончик. Вот, кстати, насчет скорости я не знаю, какая должна быть скорость проводки. Давайте стандартную сделаем, 30-ю скорость и будем подергивать вот так вот. И поглядим, сможем ли мы с вами ловить форель таким образом. Мы вообще на этот спиннинг интересны. Я так понимаю, течение относит нашу наживку туда. Все дальше, дальше. Вот мы уже ее подтаскиваем к берегу. Прозрачная вода, очень красиво все видно. Нет, в итоге у нас ничего поймать нам не удалось. Кстати, как-то неудобно здесь на этой отвесной скале стоять. Я думаю, наверное, будет более грамотно и мудро вообще это обойти. Или это нельзя обойти никак? Наверное, нельзя. Тогда, наверное, встанем вот здесь, возле этих кустиков. И будем кидать вот... О, рыба плещется. Я думаю, там что-то должно быть. Не очень далеко, конечно, кидаем. Мы с вами прям видно, что недалеко. Но, думаю, хватит. У меня цель просто, как бы, знаете, это проверка боем. Я хочу просто ультралайт дорого сейчас для меня. Это где-то там сам ультралайт полтора косаряка. Туха 900. Это 2400. О, первая поклёвочка. Замечательно. 2400 получается. Плюс леска 200. 2600. 2600 сейчас нет у меня таких денег. Поэтому, увы, ну нет. Вот у нас первая форелька. На спиннинг стоковый. Форель ручьевая. Давайте... О чём мы? Давайте мы примем этот квест и вот этот квест. Подзаработаем немножко здесь денег. Почему бы нам этого не сделать? Правильно, дорогие друзья? Постараемся наловить форели. Может быть, конечно, я и не такой крутой. У меня не получится. Но... Одна ж поймалась. Я надеюсь, что будет клевать и дальше. И поймается ещё. Пробуем. О! Ещё поклёвка. Слушайте, а мне это нравится. Даже можно пока ультралайт не покупать. Этот спиннинг вполне себя оправдывает. Стоковый. Поэтому, кто не продал стоковые спиннинги, свои начальные, Галавлик попался, то оставляйте. Вот можете на реке Сан, в принципе, ловить на него. Если не клюнет что-то посерьёзнее, не сломает всё к чертям. Но, надеюсь, не клюнет. Потому что, если ультралайт продаётся, там, конечно, он помощнее, чем этот спиннинг. Там вроде он 7 килограмм или 8 килограмм выдерживает. Но, блин, пытка не пытка. Сейчас был такой конкретный бой с тайменем дунайским. И я понял одну вещь, ребят. Что, наверное, надо катушку... А, тут и так на 6.8 стоит. Наверное, надо поменять бы её. Потому что, ну, прям вообще тяжело тащить. Но, короче, ну, таймень в притычечку был. Прям вот в притычечку, в притычечку. Давайте снимем с вот этой... Нет, нет. С вот этой вот удочки. Просто для эксперимента. То есть, вы не думайте, что это будет что-то там мега-мега-мега. Леска на шпуле 91 метр. Это чисто для эксперимента и не более. Потому что рыба такая крупноватая попалась. И было тяжеловато тащить. Ух ты, сразу же поклёвка. Ну, гляньте, с этой катушкой, конечно, бомба. Но есть проблема. Спиннинг может ляснуть. Вот тут надо быть аккуратным. Потому что может спиннинг просто лясь и всё. Насколько? А, ну тут, видите, она маленькая. Поэтому, кстати, я что-то пропустил. Вот, знаете, тут вот с чатом проблема. Тут вот чат плохо вот вообще двигать. Блин, вот как его, как его подвинуть? Ну, короче, там 200 с чем-то, по-моему, было. 200 с чем-то получилось. Если я не ошибаюсь. Опыта за тайменем. Вот, что-то посерьёзнее взяло. Отлично. Но, как видите, катушечка справляется. Ну, тут всё. Тут и катушка, и спиннинг роль играет. И так же леска, поводок. Всё это играет роль. Поэтому надо... Ох, как она хорошо. Вот вообще. Мне в этой игре вот эти вот пируэтовые вороты прям нравятся. Прям вообще не могу нарадоваться. Форель радужная. Кило 600. А вот, смотрите, надо именно вот этой форели радужной надо поймать. 16 килограмм. Ух ты, блин. Ещё не так просто. Я что-то думал, просто форели я не дочитал. Надо всегда дочитывать квест. Вот не дочитаешь, оно так и получается. Но зато мы знаем прекрасно, ребята, что на ультралайт, даже на стоковый, можно здесь ловить. Но если клюнет что-то серьёзное, то, естественно, будут проблемы. А серьёзное здесь есть, это таймень. Ну или если форель трофейная клюнет. Но люди, кто соберётся ловить на такой спиннинг, как я, кто будет такой же отбитый и решит попробовать свою, так сказать, удачу, то будьте готовы, что трофей вы не вытащите. Или даже какую-нибудь зачётную такую розовую форельку, которая будет на 4 кило, вы навряд ли сможете вытащить. Ну или у вас будет борьба с ней очень-очень долгая. И дай бог, чтобы вы её достали. Вот такие пироги, ребятки. Ну а так, всё это реально. Вон, можете катушку перекинуть, если у вас есть спиннинг, и пытаться поймать форель. Форель. Я так понимаю, что здесь пока что в этой игре на спиннинг можно очень хорошо ловить. Вот, как раз ещё одну по квестику мы взяли. Великолепно. Гляньте, как мне повезло. Форель золотая. Этот, розовая, скажите, оборванный плавник. Офигеть. Давайте сразу попробуем её разделать. Ай, нельзя, видите. Надо, значит... А, да, точно. Мне писали, что нужно, чтобы было написано, что форель с икрой. Вот что. Надо, чтобы именно даже было написано форель с икрой. Я думал, что смогу разделать на икру, но забыл вот этот важный момент. Но что можно сказать, ребята? Я ставил на паузу. Естественно, там афкашил, туда-сюда бегал. Но, ребят, практически каждый заброс... Это поклёвка и рыба. Это что-то с чем-то. Я, конечно, люблю спиннинг. Особенно вот в этой игре я его так полюбил. Вот прям вот нравится мне спиннинг. Но здесь блеснить, это просто колоссальное удовольствие. Я не знаю, если ультралайт куплю, приобрету себе. Вот я просто думаю насчёт ультралайта. И скажите мне, пожалуйста, блин, как он называется? На Сазанов там, короче, есть. Ну, это чтобы на Украине Сазанов таскать. Короче, я думаю. Но мне кажется, если я куплю себе ультралайт, это будет вообще бомба. С ультралайтом здесь вообще будет другой разговор совершенно. Хотя и на этот спиннинг можно ловить спокойно. Ставите, я же говорю, катушку и ловите, не напрягайтесь. Но почти каждый заброс рыбы, это, конечно, это кайф. Ночью не знаю, правда, как будет. Но вот днём это было так. Заброс вот бросаете. Пять забросов, пять рыб. На шестой, допустим, пусто, опять кидаете там. Три заброса, три рыбы. Форельно-ручевая. Вот я жду форель, чтобы выполнить квестик вот этот на 82 монетки. И хочу пойти сдать эту рыбку. Ну, точнее, ну, продать, посмотреть, сколько будет по деньгам. Особенно есть рыба, которую я не видел. Вот этот таймень, посмотреть, сколько стоит. И ещё вот ловили. Вот хариус. Тоже интересно, что по цене. И ещё была рыбка. Вот не помню, как называется. Вот тоже глянуть бы. На полтора килограмма не зачёт. Клевал. Вот тоже хочется посмотреть. Думаю, должно неплохо быть денег. Потому что вот это вот семейство форелевых, прям очень хорошо за них платят. Но, конечно, нужно ловить синюю рыбу. Чем больше будет синей форели, тем, ну, вообще синяя, то есть зачёт. Тогда будет больше денег. О, вот это что-то серьёзное. Даже для этой катушки, ребят, попалось. Ну, не забывайте, это у нас разведка боем. Ну, настолько крутая разведка боем. Я правда, вот... Я в восторге от реки... От реки Сан. Вот прям очень сильно в восторге. Всё. В поймали. Получили 82 монеты. Давайте. Да чё бежать? Чё мы как... Хотя, бежать фигня. Ну, тэпнемся. Продажа рыбы. 40 монет. Гляньте, таймень неплохо стоит. Интересно. Синий, наверное, монет 15. 20 будет. Ну, форель я и так знаю, что очень хорошо стоит. Кумжа, вот, смотрите, кумжа. Даже незачётная кумжа стоит почти 3 монеты. Гляньте. 2, ну, от 2 начинается. Неплохо, неплохо. И, ну, Хариус, конечно, копейки стоит. Может быть, синенький будет монетки 3-4 стоить. Главль вообще фигню. Ну, это офигенно, ребятки. Продаем это всё дело. Отбиваем путёвку сюда. Хотя мы уже и квестом отбили. Вот этот вот квест на форель радужную мы с вами выполнить, увы, не сможем. Хотя давайте, знаете, чё, в магазине вот эти вот приманки на ультралайт. Так, вот это, вот это есть. Мы вот на вот эту ловили. И давайте, наверное, всё-таки купим и такую блесну. Кстати, хотел сказать, что почему-то я не смог. Видите, нету нигде этих блёсен. А, вот есть. Вот она появилась. А другой нету. А, нету. А, нет, вот она, вот она. Я её просто не видел. Я думаю, вот это на 4 грамма. Нет, неправильно я вам показываю. А хотя не все на 4 грамма. Смысл тогда красной блесны. Ну, давайте пару раз кинем просто так для проверки, для теста. Что вообще на неё клюнет и что может пойматься. Может быть, крупняк какой-то именно на красную. Или определённый какой-то вид рыбы будет плевать. На синюю, видите, разброс колоссальный по рыбе. И форели, и хариусы, и таймени, и кумжак льёт. То есть, её очень много. Здесь ещё, знаете, что прикольно? Вот если стоишь вот там, возле каменной гряды, течение относит приманку и очень круто играть ей. Вот мне прям нравится. Здесь вот против течения кидать, вот сейчас, как я это сделал, это не очень хорошо. А если по течению, то это прям бомба. То, что нужно. О, о, что-то, что-то есть. Что-то есть. Давайте глянем. Это галавль, наверное, да? Или что? Галавль, да, на полтора килограмма. Но, видите, галавль даже сразу побольше зашёл. Или, может, это случайность. Но, во всяком случае, всё нужно тестировать, всё нужно проверять. Но это уже будем в следующих каких-нибудь видео. И, возможно, когда купим ультралайт, чтобы с серьёзной снастью, так сказать, уже проверять, тестить и серьёзно ловить рыбу. А пока всем спасибо, кто посмотрел. Подписывайтесь, нажимайте колокольчик, чтобы не пропускать видео. Ставьте комментарий. Или, это, ставьте лайки. Всё. Всем пока, ребятки. И не хвастаньте шуи. Субтитры сделал DimaTorzok